Это итоги на репортере в прямом эфире информационный дайджест уходящей рабочей недели. В ближайшие 40 минут меня зовут Григорий Блайда и в начале традиционно главных темах нашего выпуска. Чем дом в котором жил Бунин похож на многострадальный дом Русова? После пожаров и судов на месте бывшего архитектурного памятника могут построить очередную высотку. Газ дорожает, но переходить на дрова тоже невыгодно. При этом на севере области желающих рубить лес хоть отбавляй. Мусорная революция грядет в Украине. Готовы ли одесситы и, что главное, мусорные компании к сортировке бытовых отходов? Эта норма ставит под удар полигоны твердых бытовых отходов, которые принимают мусор и теперь они обязаны организовать, видимо, убробку або парыробку на своей территории. На Одессу надвигается стихия. Пик непогоды придется на воскресенье. И начнем выпуск с, пожалуй, главной интриги этих выходных. Сдует ли Одессу ветром и смоет ли ее дождем? Еще накануне синоптики привнозировали ненастную погоду в субботу и ближе к воскресенью вообще едва ли не погодный апокалипсис. 7 октября весь день в целом было пасмурно, но к вечеру легкий осенний дождик набрал обороты и превратился в настоящий ливень. В полную силу циклон ощутится в ночь субботы на воскресенье и, собственно, в само воскресенье до обеда, говорят синоптики, наша Анастасия Левкович. Сейчас находится в одном из самых уязвимых районов города на Пересыпи. У нее узнаем, какая сейчас ситуация там, где обычно затапливает после дождей. Настя, ты на прямой связи расскажи нам, что ждать одесситам в ближайшие сутки-полтора и что пообещали сделать коммунальщики и спасатели в случае, если все-таки погода наберет силу. Да, Григорий, мы сейчас находимся на Пересыпи. Здесь только начинается дождь, который вполне возможно скоро перерастет в настоящий ливень. Как известно, всем одесситам именно этот район прежде всего затапливается при непогоде. Прогнозируемая еще на утро буря немножко задержалась и ее сроки перенесли на ночь 7 октября. Уже готовы все подразделения ГСЧС областного управления. По заверениям управляющего этого подразделения уже готовы 81 единица техники и 300 человек личного состава. Подготовились к непогоде и в мэрии. Там помимо телефонов и экстренных служб подготовили и все профильные подразделения муниципалитета. Что же касается самой непогоды, по прогнозам синоптиков, завтра будет весь день лить дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также последующие несколько дней будет ливень. Через два дня одесситам стоит ожидать снижения температуры до 15-14 градусов днем и до 4 градусов ночью. Вот такие новости о непогоде в Одессе сейчас. Студия. Спасибо. С нами на прямой связи был Анастасия Левкович. В свою очередь сотрудники полиции предостерегают водителей не пользоваться частным транспортом во избежание падения деревьев. В целом непогода, напомню, пик непогоды придется на воскресенье и в ночь субботы на воскресенье, так что будьте осторожны. Но тем временем в Одессе вот-вот наступит отопительный сезон и совпадение или случайность. Но именно сейчас заговорили о том, что Одесская ТЭЦ этой зимой может вовсе не заработать. Дело в том, что предприятие сейчас находится на стадии банкротства. Из-за колоссальных долгов на голубое топливо перед нафтогазом Украины задолженность достигла полумиллиарда гривен. Суд просто заблокировал мощности теплой электроцентрали. Под угрозой оказался отопительный сезон во всем центре города, а также на Молдаванке и на Пересыпи. Это более 300 тысяч жителей города. Вместе с тем, одной из сторон судебного процесса по банкротству предприятия является Одесский горсовет. Из-за угрозы заморозить третью часть Одессы, мэрия намерена просить суд отложить окончание процесса. Очередное заседание по этому делу назначено на 10 октября в областном хозяйственном суде. Любопытно, что губернатор региона Максим Степанов на этой неделе был спокоен, но он выразил уверенность в том, что мощности ТЭЦ запустятся в срок и одесситы будут с теплом и горячей водой. Судом были заблокированы любые действия по технологическому циклу производства тепла. Ситуация находится на контроле. Я думаю, что 10 октября будет решение суда. Заседание назначено 10 октября. Будет решение суда. Я практически уверен, что мы в состоянии будем это разблокировать. До 10 октября мы согласовываем с нефтегазом все параметры по этому контракту, по следующему подаче газа. Поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. В то же время губернатор не уточнил, есть ли у власти план «Б», если суд откажется разблокировать производственные мощности Одесской ТЭЦ. В целом чиновники рапортуют о том, что регион к отопительному сезону готов, пока проблемной остается ситуация в Теплодаре и Лиманском. С прошлого года долги местных предприятий перед газоснабжающими организациями в полном объеме так и не погасили. Считанные дни остаются до старта отопительного сезона и в Одесской области. Температура воздуха на севере региона уже близка к критическим. Плюс 8, котлы уже приведены в боевую готовность. Наша съемочная группа побывала в полностью негазифицированном Савранском районе, где к зиме готовят дрова и уголь, и снова провела свою ревизию школ и больниц. На этот раз на предмет готовности к холодам. Стоимость топлива, даже альтернативного, постоянно растет, поэтому руководство района недавно задумалось о рациональной экономии. Что из этого вышло, знает мой коллега Виталий Хемий. Село Сички, Савранский район. Местная школа, где обучается более 200 детей, в прошлом году стала объектом эксперимента. Местная власть решила, что материальной возможности отапливать улицу нет ни у района, ни у села. В учреждении провели энергоаудит, который показал, в трубу вылетали миллионы гривен. Примечательно здесь, что именно здесь реализуется первый энергосервисный договор, который был заключен в прошлом году в Украине. И на данный момент мы готовимся к запуску второй фазы данного договора. В частности, в рамках реализации данного договора был проведен капитальный ремонт крыши, потому что крыша здесь не ремонтировалась с момента построения данной школы. За счет областного бюджета было выделено полтора миллиона гривен на полностью замену перекрытия и самой крыши. Во второй фазе энергосервисная компания займется утеплением стены, после чего школу в Осичках можно будет считать полностью готовой к отоплению по-новому. При эксплуатации старых котлов и коммуникаций на отопление Осичковской школы уходило в день до 800 килограммов угля. После обновления оборудования на обогрев учреждения нужно уже 500 килограммов угля. Замена крыши и ремонт стен еще на порядок уменьшит объем топлива. В Савранском районе 20 образовательных учреждений. Их полноценный энергосервис в будущем. По состоянию на сегодня все социально важные объекты района должны быть обеспечены дровами и углем. Закрома школ и детсадов заполнены. На днях в Савранскую опорную школу завезут новую партию угля. То, что показали нам прошлогодние остатки. Зима была не такой суровой. Котельная, все в коммуникации, теплотрасса, все батареи, все проверено. Кроме дрова есть, кроме угли, которое будет поставлено буквально до 15 числа. И 15 числа принимаем кучаров на работу и начинаем подпаленный сезон, если он будет потребен по температурному режиму. Не пустуют амбары и в центральной районной больнице. Твердотопливные котлы также прошли проверку и готовы к запуску в любой момент. Со следующего года здесь собираются отказаться и от угля, и от дров. В планах полностью перейти на отопление пилетами. Он даст нам экономию 30% для грешевых средств. Ну и мы можем потратить уже на потребы райлекарных. Пилет состоит в основном из древесины и населения соечника. Это у нас аграрная страна и крайне аграрная в принципе достаточно. А это уже детский сад на выезде из Саврани. Объект коммунальной формы собственности построили год назад. 42 ребенка проводят свое время в комфортных условиях. Ниже 21-22 градусов температура в корпусе не опускается. Отапливают только дровами. К зиме в районе начинают готовиться в апреле-майе. Например, тендеры на закупку угля были проведены еще летом. Теплоноситель был закуплен по цене 3600 за тонну. Докупать в случае необходимости антрацит придется уже по другой цене. Мы находимся в сложной системе взаимоотношений. И в том числе события на Востоке. Они сказываются даже на жизнь отдельных школ, казалось бы, ничем не связанных с Востоком Украины. Но тем не менее, такая ситуация есть. Мы сейчас констатируем, что мы практически отрезаны от поставок антрацитовой группы угля, которая еще недавно была привычным делом для наших котельных. Вначале было 3600. Сейчас пересматривается, я думаю, что, к сожалению, до конца года это может быть где-то около 4000. Похожая ситуация и с дровами. Казалось, близость леса решает все проблемы местных жителей. Но в этом году резко сократились объемы санитарной вырубки. Постановление Кабмина усложнило процесс получения разрешений на хозяйственные работы в лесу. В Савранском лесхозе не очень довольны реформой в своей отрасли. В прошлом году у нас в связи с высыханием насаджений одиновок, куртинами, санитарно-вибирковой рубки, загальный объем был 22 тысячи кубов, то в этом году уже 13 тысячи кубов. В следующем году еще меньше, возможно, на половину даже. Естественно, нужно больше. Вот на протяжении 3-4 лет, значит, климат изменился. И это 3-4 лет практически и до высыхания насаджения. За последние недели цена за один складометр дров увеличилась на 300 гривен. Спрос возрос, а предложение от местного лесхоза уменьшилось. Цена растет? А было? 660 мы закупили. Вартість бельзином или вартість палива была 20 рублей, 50 копеек за паливо. За бельзин было 22,92. То есть на сегодняшний день буквально за 2 дня на 2,50 взрослый бельзин. Если взросла паливо, то взросла и лес. Взросла электронерия, взросла и вартість леса. В школы и детсады дрова закупались по старой цене. Кто вопросом теплоносителя еще не обеспокоился, столкнется с трудностями. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Первый замглавы Одесского облсовета Олег Радковский, которого ранили в среду поздно вечером в центре города, перенес вторую операцию. Медики извлекли последнюю пулю, попавшую в район позвоночника. О том, что будет проведено второе хирургическое вмешательство, врачи сообщили еще в четверг утром, после того, как прооперировали политика в первый раз. Покушение на жизнь первого зама председателя облсовета произошло в среду поздно вечером, в тот момент, когда Олег Радковский заходил в ресторан «Бабельфиш» на улице Греческой. По данным полиции, преступник выпустил в политика четыре пули. Три из них попали в позвоночник, руку и ногу. Стрелок воспользовался мелкокалиберным пистолетом системы Марголина. С места происшествия он скрылся, но его машину успели зафиксировать очевидцы. Преступника объявили в розыск. Мотивом преступления могла стать коммерческая деятельность Олега Радковского. Он довольно известный в регионе бизнесмен, долгое время занимался строительством жилых домов. В последнее время пострадавший участвовал в аграрной жизни области. В частности, ряд СМИ сообщает, что у него были интересы в Ширяевском районе. Впрочем, однопартийцы ни в одну из коммерческих версий не верят. Они убеждены, все дело в политике. Олег Радковский представляет оппозиционный нынче блог Юлии Тимошенко. Я отмечу, репортер уже несколько дней пытается лично пообщаться с пострадавшим, но пока нам это не удается. Первый замглавы облсовета и до этих событий был человеком непубличным. Тем временем в Одессе окончательно утвердили снос чай-развесочной фабрики. Пару лет назад собственник недвижимости компания «Диалекс» выкупила здание по 24 доллара за квадратный метр. Тогда столь смешная стоимость объекта вызвала подозрения в фиктивности и мошенничестве. Теперь на месте фабричного квартала в центре Одессы появится 7 высоток, 6, 7 и 9 этажей. Но есть одна особенность. Эти помещения долгое время были домом для вольных художников и одесских театралов. Знаменитый театр «Начайный» теперь вынужден переезжать, обживать новое место. Им помогала Анастасия Левкович. Вот это наш будущий дом. Сейчас до конца октября мы еще находимся на прежнем месте в театре «Начайный» на Старой, улица Карантина, 21-1. А здесь надеемся, что в середине ноября запустим этот зал. 7 лет назад они запустились в здании бывшей чаеразвесочной фабрики, что удачно обыграли в своем названии. А сейчас параллельно с репетициями 20 актеров театра «Начайный» занимаются обустройством нового зала. Владислав в трупе почти с самого ее рождения. Закручивая гайки в прожекторе для новой сцены, старые фабричные помещения молодой человек связывает со словами «Уютно», «Тепло» и «Второй дом». Там очень по-домашнему. Там и диванчики, и чай попить можно, и поспать, и посидеть, и порепетировать, поработать. У нас есть традиция, мы угощаем чаем после спектакля зрителей. Переезжать чайным пришлось вынужденно. Свои залы они арендовали, а теперь собственники хотят снести завод и построить 7 новых высоток. Здание бывшей фабрики охватывает не только целый квартал в центре Одессы, но и более 100 лет ее истории. Во времена своего царствования император Александр II разрешил поставлять в империю чай через порты Черного моря. Местные бизнесмены перспективу уловили. Так в Одессе появилась первая чайная компания. А в 1892 году появилось и это здание для чайразвесочной фабрики. Актеры уже разобрали второй трехсторонний зрительский зал на 200 мест. Его в свое время строили в долг. Администратор Татьяна жалеет только об одном. Обжить до конца его не успели. Ну вот это наш большой зал, который просуществовал год. Мы его открыли прошлым летом. Сейчас, конечно, трудно его узнать. Я думаю, тем зрителям, которые у нас были, будет интересно увидеть, какое оно было до того, как мы его начали ремонтировать. Успехи чайной фабрики в Усоцких прервал октябрь 2017 года. Тогда здание национализировали и в частной руке оно попало только в годы независимости. Но самое главное, чтобы фабрика не повторила судьбу так называемого дома Бунина, который уже 12 лет является наполовину частной собственностью. Уже 12 лет общественность противится его застройке. И уже 12 лет вместо музейного комплекса дом Бунина является руиной. Небольшой двухэтажный флигель построили в стиле классицизма в 10-е годы 19 века. Потом он прославился проживанием здесь Ивана Бунина с первой супругой Анной Цакни. Но для краеведов этот домик скорее яркий пример тогдашнего усадебного строительства. Вот таких примеров в Одессе очень много. И на этой же улице Пастера Херсонска есть не один такой двор, где внутри двора расположен какой-то очень старый флигель. И он-то как раз и был основанием вот этих нынешних дворов. Несмотря на многочисленные предложения общественников и буниноведов превратить здание в музей, в середине 2000-х его и вовсе исключили из реестра памятников архитектуры. Местная жительница Татьяна рассказывает, как 20 лет назад за флигель началась настоящая война. Его признали аварийным, четыре раза поджигали, затем под шумок просто стали растаскивать по кирпичам. А все из-за двойного правособственности. Рядом с горсоветом здесь хозяйствует и известный в Одессе бизнесмен-застройщик. И у него свои планы на бунинский дворик. Вы же видите, здесь по ДБ нам никак. Здесь, чтобы выгодно было строить, ну хотя бы семь этажей надо поставить. Надо расширяться. Куда? А что здесь тогда можно сделать? Ничего. Мы написали Труханову. Детскую площадку и спортивную площадку. А пока флигель Бунина повторяет судьбу Дома Русова, актеры театра на Чайной продолжают паковать чемоданы. Администратор Трупа говорит, с самого начала они знали, что рано или поздно придется съезжать, но слишком много сил вложили. Новое место помогли найти поклонники и по совместительству депутаты облсовета. Не так все просто. Для театра нужны высокие потолки, то есть какая-то звукоизоляция, светоизоляция. То есть много вещей, которые нужны. Совсем таких готовых помещений под театр, вот там взять и снять, ну такого не существует. Что-то такое совсем разваленное в старом фонде, какие-то подвалы. Это нужно какие-то безумные деньги, которых просто нету туда уже вкладывать. Проект с носа чайной фабрики ее владельцы уже утвердили. Но с новостроемой на этом месте не согласна архитектор Екатерина Гагина. По ее словам, восстановление старых объектов могло бы стать бонусом для самого города. Одессе надо развивать культурный и научный туризм, противовес пляжному. Во-первых, минимальное вложение с большой отдачей, то есть это устройство офисов, устройство арт-галерей. Во-вторых, это поднятие культурного уровня города. В-третьих, это такой городской кластер, в котором впоследствии может развиваться, допустим, какая-то научная или технологическая база для города. Это очень важно, в Одессе таких площадок нет. А театралы тем временем, опередив мировую урбанистическую тенденцию, создали свою экосистему с 20 котами в ее центре. Началось же все с кота по имени Дымок, поселившегося в театре на чайной перед его открытием. Это был взрослый серый кот. Он просто вот он зашел, у нас директор сидел, он ему прыгнул на руки, тот его, значит, столкнул. Он опять прыгнул, то есть он сказал, что он здесь был всегда, и это его территория. Теперь чайным котами ищут новых хозяев. В новое здание на Морозлеевской 34А их забрать не смогут. Они станут историей театра. Теперь уже не на чайной. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер. И пока на месте бывшей чайной фабрики только планируют строить высотки, Одесса пожинает плоды строительного бума. Жилищное строительство в последние пять лет одна из самых динамичных отраслей умирающей украинской экономики. На этой неделе депутаты горсовета одобрили строительство еще одного микрорайона, теперь уже на месте авторынка успех. Но совпадает ли количество предложений с запросами покупателей и как это отражается на ценовой политике застройщиков? Рынок недвижимости продолжила зондировать Анастасия Левкович. Как грибы после дождя в Одессе друг за другом начали появляться не просто новострои, а целые жилмассивы. Но востребовано ли это? И в какую цену можно приобрести жилье возле Черного моря, не попав при этом в руки аферистов? По заверениям риэлтора в Одесский рынок недвижимости наконец-то стабилизировался и теперь предлагает варианты жилья на любой кошелек. Маклеры уверяют, одесситы перестали бояться вкладывать деньги в квадратные метры, ведь местные строительные фирмы давно себя зарекомендовали, а компании «Однодневки» канули в лету вместе со своими скандальными недостроями. Все это позволяет застройщикам зарабатывать до 30% от стоимости каждой квартиры, что в нашем городе приносит хорошую прибыль. Одесская недвижимость занимает третье место в Украине. На первом месте Киев. Там на данный момент средняя цена квадратного метра составляет где-то 1200-1250 долларов за квадратный метр. Если говорить о Одессе, то у нас 700-800 долларов средняя цена квадратного метра. Это в полтора раза ниже. Летом цены на одесские квартиры из-за курса доллара подскочили. Не повлияли и дешевые стройматериалы, торговать которыми теперь выгоднее, чем контрабандой. Но спрос на квартиры на востроях высокий, говорят риэлторы. У их альтернативы хрущевок уже истекают сроки эксплуатации. Вернулись в Одессу и давно забытые коммуналки, теперь цивилизованного типа. Человек должен понимать, что за 14 тысяч он получает квартиру максимум 16 квадратных метров в малоквартирном доме по типу при Советском Союзе, как это были гостинки. То есть он получает большой коридор, много соседей и комнату от 12 до потолок 18 квадратных метров, куда и входит и кухня, и коридор, и санузел. В принципе, на сегодняшний день это хорошая альтернатива коммунам. Эксперты строительный бум последних лет объясняют и содействием государства. Условия начала строительства и сдачи объектов в эксплуатацию значительно либерализировали. Строить стало легче с точки зрения бюрократии. А вот особой популярностью у застройщиков пользуется земля в пригородах. Там требования еще ниже. Либерализация, с одной стороны, резкое снижение государственного контроля над тем, что происходит в стране в целом, привело к тому, что большая часть жилья, которая сейчас сдается в эксплуатацию, оно никем не проверяется. В общем-то, все зависит от того, насколько порядочным является застройщик. А вот в центре строить нельзя, считает архитектор Екатерина Гагина. Эта часть Одессы на большое количество машин не рассчитана. Да, и инфраструктура не позволяет. Нужно к нему детский сад, школа, определенный подъезд нормальный, чтобы дорога могла выдержать. В Одессе коллапс с инженерными коммуникациями. Наши канализации и водопровод уже старые. Их нужно обновлять, и они не выдерживают увеличения нагрузки многоэтажного строительства. В январе депутаты приняли закон по ужесточению получения разрешения на строительство. В силу документ вступил с середины лета. Строительные фирмы спешили сдать в эксплуатацию, построенную по старым правилам. Это повлияло на цены недвижимости во многих городах страны. Киевские маклеры констатировали, зарабатывать в столице на квартирах люди перестали. Сдавать в аренду из-за коммуналки стало невыгодно, а перепродавать из-за курса доллара слишком рискованно. Но Одесса, как столица туризма, всегда играет по своим правилам. И здесь недвижимость продолжает оставаться одним из основных заработков. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер. И настоящая революция грядет в сфере экологии и переработки мусора. С 1 января вступает в силу проект закона, который запретит мусороперерабатывающим предприятиям утилизировать отходы без предварительной их обработки. Это значит, что чиновники и предприятия обязаны обеспечить доставку сортированного мусора до точки утилизации. Граждане, в свою очередь, должны разделять отходы. Станут ли контейнеры для стекла и бумаги обычным делом? И будем ли мы ближе таким образом к Европе, узнавала моя коллега Вероника Годятская. Один украинец в день производит в среднем килограмм мусора. Неудивительно, что одна седьмая территории Украины завалена бытовыми отходами. Это вдвое больше, чем площадь Нидерландов. Потому о переработке мусора говорят давно. Но, кажется, впервые закон обязывает мусорных магнатов к развитию зеленого бизнеса. Эта норма ставит под удар полигоны твердых бытовых отходов, которые принимают мусор. И теперь они обязаны организовать, видимо, обробку или переробку на своей территории. Отечественные мусорные монополисты считают переработку вторсырья затратной бессмыслицей, для которой, кроме всего, нужна инфраструктура. Пока ее нет. А создавать условия за свои деньги со всеми сопутствующими рисками бизнесмены не хотят. И от государства помощи ждать не приходится. Дотации или выгодных кредитов мусорным компаниям не предлагают. Наши законодатели наконец-то начали думать об экологии, о том, что мусор нельзя просто выбрасывать на свалки. Сам закон еще немножко сыроватый. Легко там людей обязать. Но так как у нас еще очень слабо развита соответствующая инфраструктура, то люди, которые даже сортируют мусор, у многих возникнет проблема, куда его девать. С точки зрения нашего опыта, я бы на месте нашего государства не просто такой закон принял, который обязывал это делать. А еще надо стимулировать бизнес, который занимается переработкой данных отходов. Какие-то дотации, какие-то льготные кредиты нужно давать именно на развитие данной инфраструктуры. Согласно обновленному закону, обязательства мусорных компаний не будут сводиться сугубо к сортировке мусора. Она по факту должна производиться еще с 2012 года. Снова натыкаемся на скалы украинских реалий, о которой разбивается большинство хороших идей. Ужас всего происходящего в том, что в соответствии с законом Украины про отходы, давным-давно население, предприятие и вообще все-все-все должны сортировать мусор. Потому что есть статья 35, пункт 1, где сказано, что раздельное сбирание побутовых отходов здействуется их властниками, сгодно с методикой раздельного сбирания побутовых отходов. А кто есть властники смиття? Это мы с вами, если это физические особы. Это предприятие, если это отходы предприятия и так далее. У коммунального предприятия, у муниципалитета свои отходы. Но небольшой прогресс все же есть. На улицах появляются контейнеры для раздельного мусора. На украинский рынок заходят частные мусороперерабатывающие компании. Подключаются к процессу и школы. Правда, например, экологическую инициативу 13-й школы перечеркнул мусорный монополист. Уже отсортированные отходы мусорщики сгружали в один общий автомобиль. Мы установили разные контейнеры для сбора смиття. Но, на жаль, этот конкурс дальше не продолжается. А куда дальше надевать все эти пластиковые бутылки, бумагу, папир, крема, або какие-то продукты питания. Такие абсурдные ситуации с обновленным законом будут возникать все чаще, уверены юристы. Государство может обязать мусорные компании перерабатывать отходы. Но для этого фирмам нужны отдельные автомобили и оборудование. Об их закупке мусорные магнаты всерьез не задумываются. По крайней мере, пока. У предприятий, монополистов на сегодняшний день нет мощности для того, чтобы показать людям, что они действительно осуществляют сортировку. У них нет специальных машин, потому что каждый вид вторсырья действительно должен забираться отдельной машиной. И они не хотят в это вкладывать деньги. Несмотря на то, что это бизнес, это самый полноценный бизнес, как работает бизнес. Он вкладывает деньги, берет кредит и потом их отрабатывает. Но почему-то здесь как будто бы это какая-то благотворительная деятельность. То есть они ждут, что ведут тарифы. С людей гарантированно они будут получать деньги. И вот тогда они что-то вложат. Тут всплывает следующая проблема. В Украине не умеют извлекать пользу из вторсырья. Сортировку отходов считают кофеечным делом. Для сравнения, в цивилизованной Германии мусор – ценнейший ресурс. Килограмм пластика стоит от 5 до 8 гривен. Это достаточно много его надо насобирать. Если говорить о пластике. А стекло стоит вообще копейки. 50 копеек за килограмм. То есть собирать это просто невыгодно в данный момент. Государство должно мотивировать людей сортировать и перерабатывать именно стоимостью. В Германии одна пластиковая бутылка стоит 25 евроцентов. Там проблема решилась сама собой. Помимо воспитания культуры, людей необходимо стимулировать экономически, утверждают эксперты. Сортировать отходы должно быть выгодно. В той же образцовой Германии за уборку мусора немец не платит ни копейки. А тот, кто сортировать отходы ленится, платит по полной. Людьми движет интерес, экономический интерес. Это должно быть выгодно людям. Потому когда люди поймут, что платя за вывозку мусора, мы будем платить, мы, члены ОСМД, меньше, потому что бумага оценивается ими как товар, пластик этот оценивается как товар, мы экономически людей заинтересуем. Закапывать непереработанные отходы запретили. Политическое решение Европе показали. Но как будет работать система при двух условиях? При отсутствии достаточного количества перерабатывающих заводов и при отсутствии наказания за нарушение запрета. Пока есть, скажем так, норма закона, как политическое решение, которое нас ставит к ведому, что с 1 января будет такой порядок использования мусора. Обновленный закон скорее напоминает вектор, который выбрала Украина. Однако до сих пор не предусмотрены даже штрафы, которыми будут облагать нечестные мусорные фирмы. С другой стороны, работать по закону пока не в состоянии и половина украинских мусорных компаний. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал «Репортер». И юристы отмечают свой профессиональный праздник. В этом году он выпадает на воскресенье. 8 октября в актовом зале профильного вуза в Одесской юридической академии собрались лучшие представители этой профессии. Причем не только из Украины, но даже из Соединенных Штатов Америки. На торжественной церемонии известны адвокаты, судьи, нотариуса, а также доценты и профессоры академии получили памятные награды из рук президента вуза Сергея Кивалова, а также грамоты и подарки от Союза юристов Украины и Одесской облгосадминистрации. Одесская правовая школа в этом году отмечает знаменательную дату 170 лет со дня своего основания. В ожидании своего юбилея и Национальный университет Одесской юридической академии. За эти годы вуз стал настоящей кузницей кадров для правовой системы Украины. Работают выпускники университета и в парламенте, и в министерствах, и в генпрокуратуре. А на днях президент назначил судьями Верховного суда Украины доцента юракадемии и профессора Международного гуманитарного университета. В Киевском районном суде города Одессы большинство студентов как раз работает из юридической академии. Только в этом году около 10 студентов стали сотрудниками Киевского районного суда города Одессы. Это самое яркое подтверждение тому, что Одесская школа юридическая одна из сильнейших в нашей стране. На торжественном мероприятии в честь Дня юриста Украины присутствовал Дэниел Бэй Гиббонс. Он сейчас читает курс лекций в Одесской юридической академии. В эксклюзивном интервью репортеру американский специалист назвал этот университет лучшим в Украине. Дэниел Бэй Гиббонс. Одесская школа юридическая академия Сегодня юристов в Украине готовят около 300 учебных заведений, но профессионалами становятся лишь немногие, говорит президент юрокадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов. К примеру, в США 200 профильных юридических вузов, в Польше всего 60. Необходимо увеличивать не количество учебных заведений, а их качество, убежден Сергей Кивалов. Уже знают Одесскую школу, знают Национальный университет юридической академии, идут к нам под имя, потому что мы не упрощаем учебный процесс. У нас развивается наука, у нас есть 5 докторских советов, у нас есть хорошее общежитие, а это хорошая материальная база. Каждый второй учебник выходит из стен нашего университета, по которому учатся все, кто выбрал такую специальность. И вот все это позволяет нам подготовить настоящего юриста. Мне бы хотелось только одного – добиться верховенства закона. Знаете, чтобы люди понимали, что государстве, которым правит закон, жить всем вольготно и хорошо. Если не будет этого, мы и дальше будем находиться вот в этой темноте, из которой пытаемся выбраться. На днях в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о высшем юридическом образовании. В этой редакции он может стать провальным для правовой системы Украины, убеждены в Одесской юрокадемии. Ученые университета сейчас готовят альтернативную редакцию проекта закона. К слову, половина учебных и научных материалов в Украине по юриспруденции написаны в стенах именно Одесского вуза. Я очень благодарен сегодня коллективу Юридической национальной академии. Я благодарен Сергею Васильевичу Кивалову, основателю, почетному президенту этого прекрасного, лучшего в Украине вуза. Потому что здесь, кто бы что ни говорил, а есть завистники, есть и другие люди, где созданы прекрасные условия для получения знаний. Это самое главное. Существует атмосфера, высококлассный педагогический, профессорский преподавательский состав. 20 лет это кузница юридических кадров страны. Взаимодействие с вузом, с юридической академией у нас действительно на хорошем уровне. Дуже много профессионалов, хороших, фаховых. Мы набираем звезды. Это наш основной потенциал. Это, правда, наивысший вектор вершины юриспруденции в Одесской области данный вуз. Хочу искренне поздравить всех юристов, всех граждан нашего города, нашей области. Поздравить с Днем юриста. Хотел пожелать самое главное, чтобы все юристы были крепкими духом, чтобы они были здоровыми, чтобы они находили себе работу, чтобы в их домах было тепло, был уют, был достаток. И пусть все будет хорошо, потому что от юристов очень многое зависит в нашем обществе. И к проблемам в одесском спорте. В украинском футбольном чемпионате позади первый тур. Турнир из-за матчей сборных взял двухнедельную паузу. Время подвести предварительные итоги. Для одесского черноморца они неутешительные, но сдержанный оптимизм все же присутствует. По ходу чемпионата клуб из-за неудовлетворительных результатов расстался со своим тренером Александром Бабичем. Теперь во главе команды «Белорусский» тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом. Что интересно, результат пришел сразу. Одесситы одержали первую победу, затем отобрали очки у самого «Шахтера». Но покинуть последнее место в турнирной таблице пока не удалось. Каким мы увидим черноморец во втором круге? Ответ на вопрос искал спортивный обозреватель Виталий Хемий. Перерыв в чемпионате должен пойти одесскому черноморцу на пользу. Так считает новый тренер моряков Олег Дулуб. Домашнее поражение в игре против «Ворсклы» в 11-м туре показало, что игровые связи между старожилами команды и новичками нужно улучшать. Товарищеские матчи, которые проведут моряки во время паузы, наверняка предоставят тренерскому штабу больше пищи для размышлений. Олег Дулуб подчеркивает, это самое подходящее время, чтобы перезагрузить ментальные батарейки и поработать над физическими кондициями. Матчи, которые мы сыграли, это матчи больше сыгранные были за счет объединения коллектива. Это матч, который отдельно может быть матч с «Ворсклой». Он отдельно стоит, но это как следствие. Следствие потому, что на удивление быстро за 2-3 дня получилось объединить команду перед «Зиркой». Потом, естественно, «Шахтер» и «Карпат». Две лобовые «Зирка» и «Карпаты», которые проигрывать нельзя, были и «Шахтер». Ясно, что психологически мы немножко уже выхвастались. И вот это как следствие. Почему я смотрел матч, даже не оценивал тактическое составляющее. Оценивал, что команда была раздроблена на такие отдельные группы игроков. Вместе с тренером в Черноморец пришли новые футболисты. Олег Дулуб уточняет, это вынужденная мера, поскольку ряд игроков в команде не соответствовал уровню премьер-лиги. На выручку пришли знакомые агенты, которые в считанные дни отыскали резерв для усиления игры. Все игроки, с которыми уже прошли какой-то сито отбора, это игроки в основном среднего уровня. И тут уже дальше процесс тренировочный. Сможешь ты за счет тренировочного процесса изменить подходы именно у них, у самих игроков, к игре или не сможешь. Поэтому пришлось на первом этапе, там, шестерыми сразу расстаться. Потому что люди, которые просто не соответствовали уровню премьер-лиги. По своим показателям, то, что я видел. Вот первый взгляд. Раз ты приходишь, раз у тебя в команде кризис, надо что-то делать. Если ты ничего делать не будешь, то кризис дальше будет продолжаться. А вот чьи возможности белорусскому специалисту были хорошо известны, так это вратаря Александра Гутера. Голкипер не один сезон принимал участие в Еврокубках, защищал ворота своих команд от Златана Ибрагимовича и Леонеля Месси. Гутер уже успел стать героем целого тура, когда отстоял на ноль в поединке против чемпионов Украины футболистов «Шахтера». Мне перед игрой подошли и вручили капитанскую повязку. Сказали, что нужно будет вывести команду. Конечно, для меня это огромная честь выйти с капитанской повязкой уже во второй игре. Поэтому не имел права подвести партнеров. И спасибо и тренерскому штабу игрокам за такую поддержку. Я знал, что может вызывать Черноморець белорусский тренерский штаб. И они вышли на меня с предложением помочь команде и для себя получить игровую практику. Поэтому я долго не думал и буквально на следующий день дал ответ. Можно сказать, через день уже был в Одессе. После 11 игр в активе Черноморца всего 6 очков, что на 2 меньше, чем у львовских Карпат. Пока моряки на 12-м месте. Борьбу за медали продолжит первая шестерка команд. Следующая игра против киевского «Динамо» и состоится она в Одессе 15 октября. Виталий Хеми, Юрий Шенкаренко, телеканал «Репортер». Далее, как всегда, блоки международных и украинских новостей. Оставайтесь с репортером, будьте аккуратны. В Одессе грядет природный апокалипсис. Осторожно, оставайтесь с нами, смотрите телевизор, будете знать больше. Продолжение следует...